2008 год. Полным ходом готовится второй фронт. Россия нарушила соглашение о миротворческих силах и вела в Абхазию на военные базы в Кали и Очамчире десантные войска, а в Кварчелле – тяжелую артиллерию. Также расчищен порт в Очамчире. Во время интервенции его использовали российские военные корабли. В мае Москва посылает в Абхазию 400 солдат железнодорожных войск. Безо всякого миротворческого статуса эти солдаты готовят железную дорогу к транспортировке военной техники. Июль. Генеральная репетиция. Военное учение на Северном Кавказе с участием 10 тысяч военнослужащих для подготовки миротворческих операций. Спустя месяц этим термином российские генералы назовут военную агрессию против Грузии. Восстановим картину более подробно. Итак, эскалация началась с теракта. 3 июля. В Ляховском ущелье взорвалась дистанционно управляемая мина, подложенная на путь исследования кортежа главы администрации Южной Осетии Дмитрия Санакоева. Ранены сотрудники охраны. 1 августа. Новая мина на объездной дороге. Ранено трое грузинских полицейских. В тот же день с осетинских позиций артиллерийским огнем обстреляно село Никози. Ранено 15 местных жителей. 2 августа. Новый сильный обстрел грузинских сел. Ответным огнем убиты трое осетинских ополченцев. С обеих сторон ранены около 20 человек. Эти кадры сняты не на войне. Это грузинское село Никози. 2 августа. Обстрел ведется из Цхинвали. Даже под защитой спецназа жители не в безопасности. 2 августа. В Цхинвале началась организованная эвакуация населения. 30 тысяч жителей выехали в санатории и дома отдыха в России. Выпустивший город заранее привозят российских журналистов, телевидение и прессу, чтобы освещать войну. 5 августа. В грузинских селах никакой эвакуации. Даже приняли представителей УИФА и провели детский футбольный турнир. Хорошо, давай. Короче, днем готовь все. И если еще один выстрел будет, завтра этого села нету, бля. Соль его посыпать. Ночь с 6 на 7 августа. Границу Грузии пересекают передовые части российской армии. Осетинские пограничники на Рукском тоннеле докладывают в Цхинвальский штаб. Алло. Алло, кто там? О. Войска ходят медленно. В Цхинвале ждут новостей. Через 25 минут уже из штаба звонят перепроверить. Алло. О. Войска ходят медленно. Войска ходят медленно. Какой же еще раз? Госсиев. 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 О. Субтитры делал DimaTorzok 7 августа. Утро. В Цхинвале готовят нападения на грузинские села. Для начала их нужно обработать артиллерией. Население в соседних осетинских селах предупреждено. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Между тем правительство Грузии предлагает переговоры. Из Москвы в Тбилиси вызван спецпредставитель МИД России Юрий Попов. Мы видим откровенные попытки улизнуть от переговоров и перейти на военную конфронтацию. Попов поедет отдельно и наверное у нас будут отдельные встречи с господином Кулахмета Андреевича. Кулахмета, Чечева нет и здесь мы сняли. Чечева не разрешают с нами встречать. Переговоры не состоялись. Попов не доехал в Схинвале. Он заявил, что по дороге у его машины спустило колесо и неисправно запасное. Обстрелы грузинских сел продолжаются. Они ведутся с пристских высот. Когда грузины отвечают, обстрел усиливается. Миротворцы не могут изменить ситуацию. Милюрович, в СССР навлечет беду. Сколько можно? Я уже послал специально. Работает. Пускай стройнут. С ними разбираешься. Плачет, погоди. Среди нас обстреливают. Остановлено. Я же не стал бы звонить. Пускай успокоится. 7 августа. К 19 часам минометным огнем практически полностью уничтожены грузинские села Нули и Авневи. Обстрелены села Приси и Двани. В село Ванате ворвались вооруженные ополченцы и разгромили отделение полиции. Плачет, погоди. На время переговоров объявлен мораторий на стрельбу. Но только не для какой-то. Российские миротворцы заявляют. Он вышел из-под контроля. Грузинские миротворцы выбиты с позиций над селом Авневи. Продолжение следует до конца. а хамар инфеккан 2-3 он 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 а послит его а и а он К вечеру грузинские войска подведены к Цхинвале. Командующий смешанными миротворческими силами генерал Кулахметов просит грузинскую сторону не открывать огонь. Президент Грузии по телевидению объявляет об одностороннем прекращении огня. 23 часа. Со стороны Цхинвале и Джавы по грузинским селам вновь стреляют из тяжелых 152-мм орудий. Следующий шаг какой-то – захватить село и объявить победу. 23 часа 30 минут. Президенту Грузии представлены последние данные радиоперехвата. Россия готовится ввести через русский тоннель не просто отдельные части, а целую армию. Глава государства отдает три приказа – остановить русские танки, подавить огневые точки сепаратистов, обеспечить безопасность населения. В 23 часа 50 минут грузинская армия впервые открывает ответный огонь из тяжелых орудий, чтобы подавить огневые точки противника. Поздно. Россия начала масштабное вторжение по двум направлениям. Утром 8 августа российские войска высаживают десант в Куторском ущелье Абхазии. Сначала российская регулярная армия входила в Грузию скрытно. Москва собиралась прикрываться астинскими ополченцами. Поэтому Кукой-то стал часто и громко врать. Он обещал, что сам победит Грузию. Мы можем остановить. Угарстинская сторона в состоянии сегодня остановить стрельбу. Практически вычистить всю нашу территорию от тех бандформирований, которые практически уже надоели как астинскому, так и грузинскому населению. Однако сразу же стало ясно, сопротивляться грузинской армии ополченцы не могут. Город был занят практически без боя.